Привет, друзья! Сегодня поговорим про вещи, которые, знаете, хуже мародерства, потому что то, что происходит сейчас в Украине, особенно в сфере медицины, здравоохранения, то я даже не знаю, как правильно подобрать слово то, что там происходит, потому что для меня, честно говоря, это не то, что шок. В принципе, когда живешь в Украине, слово шок – понятие растяжимое, но здесь действительно даже меня эта ситуация удивила. Но давайте по порядку. Обратите внимание на вот эту новость. Вроде как, знаете, стандартная новость про коронавирус, но вот здесь вот ситуация какая, что беременная женщина заразилась коронавирусом. И на самом деле она, к сожалению, в Украине уже не одна. Уже таких на самом деле много. И дальше будете становиться еще больше, потому что ситуация на самом деле очень сложная с этим заболеванием. И вот давайте все-таки вот проанализируем, а какие больницы у нас в Украине в принципе могут обслуживать вот подобного рода пациентов. Давайте послушаем. У нас есть уникальный центр в Киеве, да? Киевский центр репродуктивной и перинатальной медицины. Чтобы не перепутать название, я вот читаю с листика. Это единственный центр, который принимает беременных и рожениц заболевших, инфицированных чем-то. У них для этого все условия. И они первые, кто содержат нагрузку на поступающих рожениц, беременных женщин, у которых могут быть проблемы, отклонения. Да, вы представляете, у нас в Киеве есть такой центр, который может лечить вот этих вот самых сложных пациентов. Потому что врачу здесь нужно думать не только за пациента, а еще и за ребенка. И чтобы вот как-то вот гармонично все это вот сочеталось еще как-то с беременностью. И чтобы все при этом выжили. И знаете, что в Украине делают с вот этими больницами, которые должны как раз заниматься вот этими супер сложными пациентами. Причем ситуация, конечно же, очень сложная. У всех там супер эпидемии и так далее. И вот знаете, что делают с этими больницами? Послушаем дальше. Они сидят без денег. Их просто лишили денег. И это касается напрямую. Как раз таки причина кроется во втором этапе вот этой реформы, которая даже не с упром начиналась. Да вы не ошиблись. Как раз вот когда вот эпидемии, там запреты и все остальное. Когда вот вводят карантины. Когда вот у нас уже есть случаи конкретно беременных, которые уже были заражены. Вернее, которые получили вот этот коронавирус. И вот даже вот несмотря на это, несмотря на то, что сейчас как раз нужно наоборот все деньги вкладывать в медицину, в развитие, в медиков, в зарплаты. Потому что эти люди, они реально на переднем крае этой заразы. И фактически они сейчас герои и героически отстаивают все-таки жизнь каждого человека, который к ним попал. И в этой ситуации, чтобы вы понимали, у нас в Украине этих людей лишают с 1 апреля зарплаты. И это не шутка. Это у нас в Украине происходит. Причем это происходит в столице. В столице Украине. В городе-герое Киеве. И вы знаете, в принципе, вот наше объединение, вот очень много вот общественных деятелей, людей, общественных организаций. Сегодня сравненно Елена Бондаренко, телеканал КРТ, журналисты телеканала КРТ, Эхо Киева, страны ЮА и так далее. То есть мы все вот внимательно мониторили ситуации касательно вот конкретно больниц, которые планируют закрывать. И мы все-таки хотели отстаивать каждую больницу, если не дай бог ее закроют. Но вот честно, я никогда не мог представить, что вот когда вот мы контролируем эту ситуацию, отправляем журналистские запросы, нам отвечают и прочее. И вот я честно не верил, что после вот этой коронавирусной инфекции, вот этого всего карантина и так далее, вот этой вот пандемии. Я не верил, что вот после этого могут вот так вот в наглую закрывать именно даже, знаете, даже инфекционные больницы, не говоря уже за все остальные, которые тоже не менее важны. Поэтому сейчас я публикую часть журналистского расследования, которое мы проводили все вместе. И объективно, вот знаете, вот эта медицинская реформа, и она нацелена на то, чтобы ликвидировать в принципе все государственные больницы, вот по максимуму, которые могут составить конкуренцию частным клиникам, которые могут на этом достаточно много зарабатывать. И схема у них достаточно как бы примитивна, и она очень стандартна. Начинается все конкретно с обрезания государственного финансирования. Например, если брать конкретно эпизод вот этих больниц, которые сейчас вот хотят закрыть под 1 апреля, давайте начнем с самого начала. Схема заключается в следующем. Начинается все с вот банальной бумажки, когда вот, знаете, чтобы вот расслабили все, и вот не заморачивались, и не придавали значения тем процессам, которые происходят, начинается все вот с такой бумажки. Называется она условно выделение финансирования, что, мол, все нормально, больница профинансирована будет на год, бюджетное сигнование выделили, так что, в общем, расслабьтесь, не заморачивайтесь, все нормально. Потом следующим этапом идет вот такая бумажка уже конкретно в клинике, которую хотят закрывать. Это называется урезание финансирования. Например, если вот брать конкретно эту клинику, которую с 1 апреля хотят закрыть, это фактически вот выделили на год 60 миллионов гривен. А потом приходит бумажка о том, что 40 миллионов гривен просто исчезает, то есть вот зарплаты и все остальное должны вот кто-то компенсировать. Вот кто-то, но не из бюджета. Например, там можно было с нового бюджета, с городского бюджета, но вроде как, вы знаете, деньги куда-то вот исчезли. И аргументация всего этого дела, она заключается в том, что вот вы знаете, Супрун там решила, что там нужно просто право собственности вот и фактически форму собственности больницы просто нужно юридически поменять немножко. А вы вот там где-то что-то видимо не сделали и поэтому мы вас сейчас лишаем финансирования. Эта ситуация, к сожалению, она классическая для всех больниц, которых запланировали на уничтожение. Ну и в конечном итоге, когда уже ситуация подходит под 1 апреля, как раз сейчас такая ситуация, то идет уже третья бумажка, там где четко написано, что счет заблокирован. И фактически люди с 1 апреля уже не получат свои зарплаты. То есть фактически получается все вот эти больницы, в данном случае, если брать город Киев, их две, фактически они остаются в очень интересной ситуации, когда либо сотрудникам надо расходиться, либо идти бастовать. А бастовать же, к сожалению, сейчас запрещено и поэтому, знаете, ну очень удобно. Но давайте все-таки вернемся к тому, с чего все начиналось. Супрун, скажем так, она ярый апологет, она сделала максимум и больше всех в развале нашей отечественной медицины, а начинал вообще-то ее Квитошвили. Поэтому, если вспомнить всех преступников поименно, то это будет Квитошвили, то это будет Супрун, и это будет Скалецкая, которая не сделала ничего, пальцем не пошевелила, для того, чтобы за полгода не остановить эту реформу. То есть, фактически, чиновники прекрасно понимали, что есть больницы, которые планируют уничтожить. Причины их уничтожения не могут быть разные. Иногда помещение, иногда земля, иногда, например, конкуренцию составляет эта больница. То есть, знаете, вот причины у чиновников всегда разные. Если вот даже вот брать Супрун, то там может, можно много вариантов найти, почему именно она занималась уничтожением нашего украинского здравоохранения. Но, знаете, все сводится к тому, что, знаете, если вот мародерство, это когда вот на войне это происходит, то фактически у нас сейчас, помимо того, что у нас идет там мародерство в армии и всем остальном, у нас сейчас с учетом эпидемии, с учетом вот этих пандемий и прочего, мы сейчас видим, как закрывают больницы. Причем даже вот чисто специализированные на именно вот фактически вот этом коронавирусе. Вот я этого понять не могу, как это называется и вообще каким словом это можно охарактеризовать. Какая-то статья Уголовного кодекса. Их просто лишают денег, понимаете. Некоторых вообще переводят на самофинансирование. Это убийственная ситуация, особенно если это касается таких вещей, как, например, институт. Объективно, если разобраться, то то, что происходит сейчас в городе Киеве с вот этими двумя больницами, которые лишают финансирования, то это объективно, это, ну знаете, это реально статья Уголовного кодекса. И здесь нужно очень жестко реагировать. И мы, как объединение Адекватная Украина и прочие общественные организации, мы будем на это адекватно реагировать и оставить интересы граждан Украины, чтобы в ситуации вот этой вот пандемии, чтобы не было такого, знаете, медицинского мордерства, которое мы видим здесь. И мы все-таки будем добиваться, чтобы каждый непосредственно виновник этой ситуации понес наказание. Вот, например, еще одна такая же клиническая больница, центр микрохирургии глаза, которые, кстати, обладают большим отделением детской политравмы. Если, не дай бог, ваш ребенок повредил глаз и может лишиться зрения, то только туда везут. Их тоже лишили финансирования. У нас что, все какие-то Дункан и Маклауды и выживут без врачей? Я не понимаю, зачем мы лишаем сами себя наших преимуществ? Что мы имеем в конечном итоге? У нас, если брать город-герой Киев, у нас есть две больницы, которые запланировали по вот этой медреформе Супрум под нож. И у нас фактически наблюдается ситуация, когда вот если вот брать эти конкретные больницы, даже когда вот им уже выписали, что им, считай, арестовали, то там, получается, есть два варианта. Либо финансирование с бюджета, либо финансирование с бюджета города. И вот если вот брать финансирование с бюджета города, то фактически уже даже Киевсовет по вот этим двум клиникам, понимая эту ситуацию, что у нас с коронавирусом, что у нас нельзя закрывать больницы, которые конкретно это заболевание могут лечить, причем на очень высоком, хорошем, нормальном уровне. Даже вот они уже, знаете, Киевсовет принял решение, что надо профинансировать. И знаете, в чем интересна ситуация? Что даже вот после того, когда уже приняли решение, что город должен это финансировать, у нас даже после этого не будет финансирования всего этого дела. Потому что есть чиновники, которые просто блокируют эти решения. Причем я не думаю, что они это делают несознательно. Это осознанная целенаправленная политика на уничтожение, так полагаю, граждан Украины. Преследуя при этом всем свой личный корыстный интерес. И вы знаете, как говорится, у любой проблемы есть имя, фамилия и отчество. Здесь оно также имеется. Это Гинсбург, Валентина. И она, естественно, заправляет отделом здравоохранения в Киевской государственной администрации. Она со своего департамента охраны здоровья просто блокирует решение Киевсовета на финансирование вот этих больниц. Потому что вот она понимает, что если она сейчас город это профинансирует, то рано или поздно через месяц, два, три, все-таки разрешится ситуация с вот этим слабоблудием чиновников. И дальше пойдет финансирование уже с государственного бюджета. Но ей это не надо, потому что у нее совсем другие цели и задачи, я так полагаю. И вот здесь вот интересная ситуация, что вот даже вот несмотря на то, что это может стать достоянием гласности, достоянием публичности, общественности и прочее, даже вот несмотря на это, все равно эти процессы продолжаются. И это меня удивляет. И вот если разобраться, то вот это, вы знаете, департамент охраны здоровья при администрации. И вот если вы вот зададите вопрос, а почему в наших больницах в состоянии буквально на вчера не было в больницах там масок, халатов и прочего. Почему? Вот почему у нас вот чиновники, которые по идее должны за это отвечать, должны заниматься вот этим обеспечением, конкретно с вот этими больницами, быть всегда в контакте. То здесь вот госпожа Гейсбург, я думаю, что вам сейчас максимально доступно объяснит, потому что этот вопрос тоже задавали на недавнем заседании. И вот просто послушайте вот этот вот, ну я не знаю, как это называть. Группа Киевская команда. Я не буду запитывать, где была Валентина Григорьевна под час распала эпидемии, с каких таких поважных причин она была отсутствия. Нам пояснили, что это по семейным обставинам. Но я хочу запитать, чи не мало бы вы бути два тижня в самоизоляции, потому что, насколько нам известно, вы перебули с іншей Украиной. Прошу дать ответ. Да, когда у нас в Украине начиналась эпидемия, то госпожа Гейсбург, которая должна была следить за тем, чтобы в наших больницах, хотя бы киевских, было реально вот что необходимо для того, чтобы мы ее нормально встретили, она пошла в отпуск. Ну это нормально. Знаете, вот это нормально, когда вот просто люди берут, и когда вот критическая ситуация, они берут ее и идут в отпуск. А главное, что она еще вот улетела за границу. И при всем при этом получается, что интересно, что когда она прилетела за границу, опять же, мы наблюдаем, что знаете, давайте просто послушаем, что говорит чиновница на прямой вопрос. Почему она, когда вот была вот эта эпидемия уже, почему она летала за границу, и вот когда она прилетела, что дальше. И вот давайте послушаем, что говорит наша украинская чиновница киевской городской администрации. Да, я думаю, знаете, ответ более чем достаточный. Понимаете, вот, а почему она не пошла на самоизоляцию, куда сейчас загоняют все толпы? А потому что? Потому что она в отпуске не была. А почему, собственно, она, когда вот, собственно, разгар начинался на всей этой истории, почему она ушла в отпуск и за границу улетела? А вот почему? А потому что она в отпуске не была. Ну, вот знаете, это вот, ну, я не знаю, как это назвать, но я думаю, что это даже не вопрос к правоохранителям, это вопрос именно морали. Потому что если мы вот посмотрим на истерию, которая творится в России, когда вот тоже врач укатила за границу и отказалась идти на самоизоляцию и обследоваться по этому поводу, и фактически ходила на работу и заражала людей. То есть сейчас там стоит просто все на ушах, заводятся уголовные дела, как же это так? У нас вот, если вот брать ситуацию и посмотреть на Россию, когда вот там ситуация, что вот доктор смерть, значит, все заражало и прочее, прочее. То здесь вот, я даже не знаю, как это назвать, это доктор смерть назвать или вот департамент КГГ по здравоохранению и смерти. Ну вот как? Потому что вот если я вот смотрю на чиновницу, как она реагирует, как она вот воспринимает действительность, то мне, например, непонятно, что она вообще делает в администрации. Потому что ее там, ну, не то, что не должно быть, она-то просто в радиусе километра не должна к этой администрации подходить и иметь хоть какое-то малейшее право там принимать какие-то решения. Потому что то, что этот человек делает, мне, например, как гражданину Украины, который видит документы и видит, что реально в состоянии вот эпидемии страна и лишается финансирования целой больницы, которые реально могут помочь людям. И случаи конкретно профильные уже есть, конкретно роженицы уже заразились коронавирусом и у нас такое происходит, то я не могу этого понять. Поэтому мы к вот этой госпоже Гинсбург с адвокатами, с общественными деятелями, с журналистами обязательно в скором придем. Я надеюсь, что это будет вот на днях. И я думаю, что эту ситуацию нужно решать максимально быстро, потому что 1 апреля достаточно уже как бы не за горами. И вот я, например, не хочу, чтобы у нас в Украине такая ситуация и происходила. Поэтому и если вот у вас есть информация где-то в других областях такое же происходит, то, пожалуйста, пишите в личку и будем на это реагировать. Здесь вот нельзя отсидеться дома, когда такая ситуация реально у нас в Украине, к сожалению, есть. До скорого!